Поединок Морозов в Чехе. Это плохо слышно. Вообще изначально на кого ставил? Я болел за Артема. Не буду скрывать, мы с ним общаемся. Заочно, скажем так, неплохо дружим. Хотелось бы. Видно то, что как раз набирает искра в глазах. Ему нужна была эта победа для того, чтобы дальше, скажем так, замотивировать себя. Ну, конечно, понимал, против кого он выходит. Чехе это уже опытный боец. Были там мнения. Ну, в первом раунде же, в начале поединка же у Морозова не все получалось. Я думаю, что Чехе хорош, конечно, в первом, во втором раунде, как мы всегда смотрим, следим за ним, да. То есть как раз где сила имеет место быть, то он себя, конечно, показывает с хорошей стороны. А потом, когда он начинает уставать, уже неоднократно мы замечали, как говорится, поплыл, да. Ну, тогда у него начинаются проблемы. Во втором раунде видно было то, что Артем его, скажем так, прихватил, поддержал его. Ну, я понимал то, что дальше будет сложно. Ну, зная то, что уже было до этого. А мне кажется, слушай, я вот не очень слежу за весом. Да, да. Я не очень слежу за весом американца, но мне кажется, таким тяжелым, как с тобой, он еще ни разу не был. Или я ошибаюсь? Наверное, да. Он там со мной по 140. Но опять же, я не беру ответственность заявлять, что он там сейчас хуже, чем тогда был. Наверное, на это может только он ответить. Но, как показывает практика, у него, ну, как говорится, искра в глазах была как раз лет 10 назад, когда вот он действительно набирал и показывал результат. А потом, потом, когда уже поборолся со всеми, проявил себя, показал, доказал себе что-то. Ну, желание пропадает. То есть, тогда он был голодный до победы. Сейчас он уже, скажем так, неважно в какой он форме, его везде зовут бороться. И мне кажется, что в жизни сейчас всякое бывает. У него там семья, дети. И я понимаю то, что где-то он готовится, где-то не готовится. Ну, скажем так, такого рвения, как раньше, нет. Это как бы, я даже по себе скажу. Такой мотиватор. Ну, сейчас рвение у Морозова. Сейчас рвение главное у Морозова. Для того, чтобы засветиться, для того, чтобы дальше их звали на армфайты. То есть, если мы видим старую школу, он все приезжает. Неважно, выиграл он или проиграл. Это же такой маркетинговый ход. То есть, те, которые старики, те, которые уже показали себя, проявили себя когда-то. И их все знают, конечно, тоже, ну. И у них есть зритель, фанат. И он будет смотреть. То есть, с точки зрения прибыли и заработка, это выгодно. Звать ребят, те, которые уже, ну, поймали свою звезду, да, конечно. Звезды. А у нас новенькие, о которых никто не знает. Вот только таким образом могут проявить себя и засветиться. Поэтому им тяжело, да. Окей. А с кем бы ты хотел увидеть, вот, Морозов выиграл у Чейфи? Вот следующий соперник. Следующий соперник. С кем бы ты хотел увидеть Морозовы в следующем армфайте? Морозовы в следующем армфайте. Попробовать с Аспарине, с тем же Курдечи. То есть, я его уже вижу там с ребятами, с топами. С кем угодно, с тяжами. Ну, мне все нравится еще очень в Морозове. Что мне нравится в Морозове еще очень, то, что он борется на две руки. То, что он хорошо борется и налево, и направо. Ну, это как бы тоже редкость. И налево, и направо. Ну, понимаешь, я уже как-то, когда, вон, один раз, я не понимаю. У одного выиграл, второму проиграл. Понимаешь, это... Вот на левую руку едет парня, у которого он сейчас выиграл. Батарея. О нем не слышал, американец, да? То есть, был бы кто-то посерьезней, было бы тяжело. Я понимаю то, что вся эта энергия, которую он потратил на армфайте, Чаффи, да, чтобы, возможно, может быть, ему не хватило, понимаешь? Я ему об этом говорил в прошлый раз, а в прошлый раз так и получилось. Он на правую выиграл, на левую проиграл. Или наоборот. То есть, ты считаешь, что два армфайта за один день это много? У него было понимание, с кем он будет бороться. То есть, Чаффи на правую руку, допустим, первый поединок, и на левую руку вот этот парень-американец, которого никто не знает. И он понимал то, что по шуму и нет, никто его не знает. Возможно, он не такой уж сильный. Можно... Можно. А я думаю, если бы там на левую руку, я не знаю, Виталик Валетин был, он бы подумал, стоит ли ему на двух руках бороться или нет. Ну, короче, как-то так. Нужно всегда с головой думать, потому что дальше будет только хуже. Ребята будут сложнее, поэтому нужно будет все-таки выбирать что-то одно. А многие сейчас уже пророчат ему в соперники Лалетина. Как ты думаешь, можно или рано еще? Как ты думаешь, можно или рано еще? Проходной сделать. Вот опять же, вот говорю, Гаспарини, Курдечи, Алекс. Опять же, на правую, левую руку. На какую? Ну, давай на правую. Правая ударная. Ну, на правую он заявил и себе. Сейчас, чей еще? Заявил и себе сейчас, чей еще? Ну, опять же, сложновато. То есть, опять же, за счет выносливости, да, вытащил этот поединок. То есть, по силе, по силе, первый, второй раунд проиграл. Поэтому тут нужно понимать, что... Ну, можно Виталика, можно, конечно, он бы нет. На правую руку. Ну, я бы еще поборолся, допустим, опять же... С Курдечи, Гаспарини попробовал. То есть, они так уже, наверное, посерьезнее будут. Кто там еще у нас? Опять же, с Геной Квиквини можно было попробовать. Такой он универсал, тяжелый. Посмотреть, что из этого получится. Да. Ну... Выстрелили. В Чечне, да, у нас же предстоит турнир в Чечне в конце августа. И туда поедет бороться Заур Позюлаев. Чемпион России в плюс 110. И на самом деле, как бы, Морозов он выигрывал. И такой еще темная лошадка. То есть, мы еще не видели его в поединках с топами. Там, не с Лалитином, не... Интересно. Тоже интересно посмотреть, как это все будет. Потому что силовые у Зау очень крутые силовые. И жмет хорошо, и на луч поднимает хорошо. Спорить не будет. Так что, есть тяжелые. Но... Чуть тяжело. Там как раз тюнгенцы берутся, и они уже, ребята, все готовятся. Не на жизнь, а на смерть. Будет ему тяжело. Тема интереснее. Тема интереснее. Вот и доходишь в мясорубке посмотреть, кто есть кто. Субтитры создавал DimaTorzok